Доброе утро! Слышите меня? Здравствуйте! Приветствуем вас из Кубы! Как вы? Напишите, пожалуйста, на чат, если все хорошо. Добрый день! Жду ваше подтверждение, что все хорошо. Добрый день! Слышно? Отлично! Спасибо большое, Юлия! Если видно, слышно, тогда... Спасибо, Ольга! Тогда начинаем! Здравствуйте! Меня зовут Дунай! Приветствую вас из Кубы! Я представляю отель Мелья на Кубе и сегодня будем рассказывать немножко про наших отелей в Бородеру. Спасибо за ваше время и спасибо, что присоединились к нам! Как вы знаете, Мелья – это испанская сепочка, которая имеет больше 400 отелей по всему мире, А на Кубе мы уже имеем больше 30 отелей. Они расположены на основных туристических направлениях, такие как Гавана, наша столица, Вородеру, Ольгин, Сантьяго де Куба, Семфуэгос, Тринидад и Камауэй и на остров Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коку. А добраться на этих направлениях можно через автобус, либо через самолет. Если, например, говорим с Гавана до Вородеру, получается, что на автобус будет 2 часа, а на самолет получается очень быстро – 40 минут, 45 минут. На Кубе мы оперируем под этим бренд, бренд Парадисус, бренд Мелья, бренд Соль и Трип. Наверное, вы знаете наших бренд и немножко буду рассказывать по каждой из этих бренд. Бренд Парадисус – это все отели Пиас Звезд Плюс. Они все находятся на пляжных зонах и они имеют такой специальный секция, который называется Royal Service. Тоже имеет дворецкого услуга и, конечно, дополнительные услуги. Потом чуть-чуть дальше я буду рассказывать про отели под бренд Парадисус. Бренд Мелья – это уже отели 4 и 5 звезд. Они находятся на городских зонах и на пляжных зонах. Особенно в этих отелях есть такая секция, которая называется The Level. Бренд Трип – это тоже городские бренд, но у нас на Кубе есть исключение, потому что у нас есть на Кайококу, это пляжный зон, есть один отель, который называется Трип Кайококу. Но в основном бренд Трип – это уже бренды городские отели. И последнее – это бренд Соль. Соль – это уже отели 4 звезда. Они все находятся на пляжных зонах, все являются семейными отелями. Наши сегменты. Мы специалисты по свадебный медовый месяц, по семейный отдых, спа, гольф, майс, тур, только взрослый и, конечно, клуб отдыха. А теперь, как новости, хочу сказать, что на всех наших отелях уже появилось Wi-Fi включено. То есть сейчас Wi-Fi включается на все наши отеля. Если вы хотите, тоже можете задавать вопрос, и я буду читать вас и ответить на их. Так, Credit Resort. Credit Resort уже – это специальная оферта, которая сейчас действительно на всех наших отелях под вариант Paradisus. И как раз эта специальная оферта для всех наших клиентов, которые бронируют 4 ночи и дальше. Если они бронируют 4 ночи и дальше, они будут получать скидки на некоторые услуги, такие как улучшение номера, массаж на спа, напитки, которые не включены, тоже на специальный ужин, например, с лобстери и так далее. Так что эта оферта сейчас действительно для всех клиентов, которые бронируют на отеле под бренд Paradisus. Так что не забывайте сказать наших клиентов. Варадеру. Варадеру сейчас вам покажу отели, которые мы имеем в Варадеру. Как раз, смотрите по картинку, мы имеем Мелия Интернациональ, Сол Карибевич, Сол Варадерович, Мелия Лас Америкас, Мелия Варадеру, Сол Пальмерас, Мелия Лас Антияс, Парадисус Варадеру, Мелия Пенинсулас Варадеру, Парадисус Принцесса Дель Мар и Мелия Марина Варадеру. По поводу пандемии сейчас не все отели открыты. Мы имеем только сейчас, на данном моменте, открыты Мелия Интернациональ, Сол Варадерович, Мелия Лас Америкас, Сол Пальмерас и Мелия Пенинсула Варадеру. Сейчас. Минуточку. И скоро, в ноябре, мы откроем другие отели. Парадисус Варадеру. Парадисус Варадеру – это отель семейный, который имеет, он большой отель, который имеет 814 номера, 13 ресторанов, 15 варов и 8 салонов. Как раз он находится на превосходной пляжной зоне. Видите, какой красивый пляжный зон. И на этом же отеле есть такая секция, которая называется The Reserve. Ну, The Reserve на этом части тоже есть дополнительные услуги и можно быть с детями. То есть там принимают дети и есть специальные услуги тоже для детей. А Royal Service, как я сказала, это еще специальная секция, как мы говорим, это просто отель в отеле, потому что клиенты, которые живут в Royal Service, они имеют рецепцию индивидуально. Их там делают чек-ин и чек-аут приватный. Есть дворейская услуга. Вот, и как раз клиентов, которые живут на Royal Service, могут выйти по всему стандартный час в отеле, но наоборот нельзя. Клиентов, которые живут на стандартный час, то не могут пойти на секция Royal Service. И на Royal Service тоже не принимают дети. То есть только эта секция только для взрослых, старших 18 лет. Сейчас хочу показывать вам, как выглядят стандартные номера отеля. Все стандартные номера отеля были как раз недавно, ремонтировали все эти части отеля. Номера, это являются уже стандартные D-Level, то есть Royal Service, извините, Junior Suits, вид на море. Все наши хотели под бренд Paradiso, конечно, имеют разнообразные оферты гастрономические. Вот, и как раз, ну, у бассейна тоже есть баров, там есть и сок, и все виды напитками. И для наших самых маленьких тоже, конечно, есть своё место. Вот, например, это шведский стол для самых маленьких. Ну, тоже мы предлагаем, конечно, и для взрослых. Ну, весёлая программа мероприятий. И устроим специальный таких романтический завтрак. Либо можно заказывать романтический ужин. А сейчас стало очень популярно на Каримский бассейн сделать свадвы и проводить тоже медовое месяц. Так что все наши хотели готовы на, то есть, чтобы сделать свадвы, продавить медовое месяц. А также все наши хотели готовы для любого мероприятия. Есть салоны, технологии необходимые, чтобы сделать любое мероприятие. Второй отель под вариант Парадисус, который мы имеем в Бородеру, называется Парадисус Принцесса Дель Мар. Это уже отель только для взрослых, старших 18 лет. Этот отель имеет 630 номера, 9 ресторанов, 10 баров и 4 салоны. Как раз в этом отеле, просто из лобби, из ресепсия, вы имеете такой красивый вид на бассейн, палма вокруг бассейна. И тоже имеет, конечно, сексия Royal Service. Как раз в этом сексе, впервые в этом отеле появилась такая типология номера, которая называется Swimapool. Просто из вашего номера вы выходите на бассейн. Вот, смотрите, просто из вашего комнаты вы выходите на бассейн. И, конечно, дворецкого услуга, который есть на этом сексе Royal Service. Мелья Интернациональ Вородеру. Мелья Интернациональ – это тот отель, который мы недавно открыли, то есть новый отель. Имеет 946 номера, 18 ресторанов, 15 баров и, смотрите, 9 салонов. Как раз это отель, который имеет сейчас, прямо сейчас, самые большие салоны в Бородеру. Так что вы можете проводить любое там мероприятие разными форматами. Они там готовы для любой пожелания. И, конечно, тоже есть детские удобства. Мини-клуб, бэйби-клуб, где есть персонал, который смотрит все время на ваш ребенок. Смотрите, как выглядит отель. По архитектуре, архитектуре отеля почти все номера имеют вид на бассейн и на море. И вот сейчас буду показывать стандартные номера отеля. Очень важно сказать, что в этом отеле тоже есть, конечно, секция D-Level, где принимают дети. И есть такая специальная секция, которая называется D-Level только для взрослых. Гастрономия тоже очень разнообразная, как вы можете видеть. Но у нас есть там итальянская и японская кухня. И, конечно, тоже есть разные места для релакс наших клиентов. Хочу сказать, что в этом время пандемии все отели, которые были закрыты, сделали ремонт. Почти все отели сделали ремонт. Вот как раз Space War, там тоже есть Красный War. Ну, в многих там, ну, как сказала, местах для релакс. Смотрите, большие номера, удобные. С текстилями, с текстилями, ну, клиенты очень любят, конечно, этот отель. Потому что, ну, как сказала, очень превосходный сон пляж. И тоже имеет почти новый отель. Следующий отель в Бородеру – это уже отель Мелия Лас Америкас. Мелия Лас Америкас – это отель Пиазвьёс. Отель, который тоже является только для взрослых. Старше 18 лет. А он единственный отель, который находится рядом. Единственный клуб-голф, который есть в Бородеру с 18 лунками. Мелия Лас Америкас имеет 340 номера. Он небольшой отель. Имеет 6 ресторантов, 6 варов и 1 конференционный сал. Смотрите, вот клуб-голф, который как раз находится прямо-прямо рядом отеля. Так что рекомендуем, конечно, этот отель для любителей гольф, для отдыха пары и в группе. Как раз в этом отеле есть тоже часть Де Левель. И все бунгало, которые находятся на этом части, вот как раз на картине сейчас бунгало, то есть часть Де Левель, они были тоже отремонтированы. Смотрите, здесь номера Мелия Лас Америкас. Суит тоже Мелия Лас Америкас. Гарден Суит с видом на море. Оферты тоже разнообразные. Итальянская кухня, и японская, и международная, и испанская. Наша кухня тоже кубинская, конечно. Так что приглашаем всех клиентов на наших отелей в Варадеру. И как новости в этом отеле Мелия Лас Америкас, на следующий год, смотрите, тоже будем сделать новые проекты, там в Сона Лови и около Бассейн. Следующий отель в Варадеру – это уже Мелия Варадеру. Мелия Варадеру – это семейный отель. Это отель, который предпочитает русских клиентов, потому что на этом отеле много персонал, который говорит по-русски. Это очень важно сказать. И отель, который имеет, мы говорим по-русски, он имеет, ну, цветок, как мы говорим, да. И поэтому все номера почти имеют вид на море. Чуть-чуть дальше я буду вам показывать, как выглядит, вот, смотрите на картинку, как выглядит отель. И поэтому все номера почти имеют вид на море. И вот прямо на появившей категории номера есть тоже Якуси на номер. И как он не является семейный отель, конечно, есть место для наших детей, чтобы они играли. Вот мини-клуб, бейби-клуб, тоже с персоналом, который смотрит со наших детей. Вот. Это премиум номера, вид на море. И тоже ресторанты. В общем, важно сказать, что Милья Варадеру имеет тоже такой красивый гасебу для свадьбы. Смотрите, там очень красивые фотографии. И тоже можно устроить, вот, на сад, можно тоже устроить свадьбу и, как сказало, любое, любое мероприятие. В Милья Варадеру тоже есть новости. Все стоны лобби было отремонтировали. Там все изменили, там, на номера текстиля. Вот, шведский столь тоже был отремонтировал. Следующий отель в Варадеру это уже Милья Лас Антиас. Милья Лас Антиас. Это отель 4 звезда. Это отель, который не очень большой. Он имеет 351 номера, 4 ресторанов и 5 варов. Хочу сказать, что это отель наших клиентов говорят, что очень удобно, потому что все специальные услуги находятся в центре. Так что доступ до этих услуг очень удобный для наших клиентов. В этом же отеле проводится много мероприятий, такие как мероприятия для молодежи. Тоже в октябре есть такое специальное мероприятие, которое называется October 1st. Вот. И все номера имеют две, как сказать, ну, не этаж, ну, сейчас покажу вот на этом следующей континку. Здесь можно, видите, две уровни, вот, как раз две уровни, все номера имеют такие две уровни, так что из вашего кроват вы смотрите, вот, смотрите, либо на сад, либо на море. Как раз сейчас смотрим Deluxe, Room Deluxe. тоже ресторанты, баров, там Lo Staino, Dom Peperoni, романтический ресторан и разные бары. Можете смотреть, как выглядит. Наверное, вы знаете наши хотели на Кубе и хорошо их продаете. Мы уже 1 октября открыли Melia Las Americas и уже 1 ноября тоже будем открыть некоторые отели. Потом чуть-чуть дальше я буду показывать, какие этих отели, которые мы будем открывать. Следующий отель это уже Melia Peninsula Lavaradero. Melia Peninsula Lavaradero является отель семейный, так что конечно рекомендуем для отдыха семьей, в паре, в группе. Имеет 581 номера, 6 ресторантов, 6 варов. Тоже недавно все отель отремонтировали. Есть пункт наутики, тоже который включен для наших клиентов. Тоже есть конечно wellness центр для релакс. Вот и как раз это бассейн, который имеет знак вар рядом бассейн. Тоже клиентов русских очень любит этот отель. Он удобный, потому что он имеет большие номера, имеет такие кровати с двух этажа. Вот смотрите на картинах. Двухэтажный кроватик для самых маленьких. Ну является удобным конечно для семьи. если если хотите задавать вопрос, я вас считаю. Вот и ресторан и варов, разнообразные оферты гастрономические. тоже сейчас новостейн для самых маленьких. Следующий отель в этом направлении Мелия Марина Варадеру. Мелия Марина Варадеру это наш единственный отель, который по расположению имеет с одной стороны морская марина и с другой стороны имеет море. Как раз Мелия Марина Варадеру тоже мы рекомендуем для длинных проживания, потому что имеет тоже такая секция с апартаменты с один до трех комнат и в этом апартаменте есть все необходимо для длинных проживания также этот отель находится рядом на маленькой площадь на вырежу который имеет на этом площадь извините есть и дискотека и ресторан и магазин так что клиентов которые будут жить длинных проживания могут там купить продукты тоже пойти на ресторан и сейчас покажу как выглядит это вот смотрите издание с номера 348 таких номера и как раз есть там станция для яхтов корабль поэтому рекомендуем на длин для длинных проживания следующий бренд который мы имеем в бородеру это бренд соль как я сказала в начале бренд соль это семейный это утелье который все находится на пляжной зоне сейчас буду рассказывать про соль пальмера соль пальмера как раз это утель который имел наша компания на кубе наш это наш первый отель который милья открыт на кубе так что уже имеет больше 30 лет эксплуатации соль пальмера с это отель который целый год работает и целый год почти он полный отель потому что отель который все клиенты любят имеешь 604 номера 6 ресторантов 9 баров и один конференционный зал это тело который имеет анимация веселая целый день целую ночь смотрите как выглядит по архитектуре имеет такие удобные бунгало для семья которые принимают 7 7 человек 6 6 человек и 1 дети либо 6 взрослых вот как раз этот отель тоже имеет персонал который говорит по-русски и номера недавно тоже были все смотрите отремонтировали там текстиль тоже поменяли краска очень тропические такие красивые и синие и зеленые ну очень веселые декорации декорация на номера да конечно я даду вас мой контакт там я в начале чат написала мой имейл вы можете писать меня без проблемы если не написали я еще раз могу здесь написать вам вот это мой мель вы можете меня писать без проблемы и я могу связи вас с нашего отеля тоже буду поставить здесь наш сайт там вы можете смотреть все каталоги наших отелей ой я забывала вот и смотрите как выглядят тоже номера соль пальмерис следующий отель варадеру под бренд соль это уже соль сейчас погружится соль варадеру бич соль варадеру бич это для взрослых старше 16 лет он тоже новый отель наверное тех которые знают наших отелей помнят соль сирена сирена скураль ну как раз этот отель соль сирена скураль но мы отремонтировали отель и сейчас он называется соль варадеру бич соль варадеру бич имеет 356 номера 7 реставранты 5 варов и тоже конечно рекомендуем для отдых пары группой смотрите вот для для клиентов есть тоже специальный сайт для турагентства который называется travel travel professional сейчас напишу пожалуйста вы можете сойти на наш специальный сайт для турагентства запишите там мы дадим вам код специальный код доступ и там же вы можете найти все наши информации актуальные информации там есть тоже фотографии с наших отелей с хорошим объемом можете пользоваться это этих фотографий на любой рекламе тоже так что приглашаем вас записаться на наш travel professional вот смотрите здесь это suite типологии и как раз вот в этом отеле есть такая секция которая называется дом космонавтов там есть 10 номера констер номера да спасибо ксения там она поставила правильно там travel professional meliakua.com за регистрите пожалуйста запрошами вам приглашаем вас вас вот как раз шведский стол дом космонавта на данный момент пока еще это сексе мы не открыли но скоро уже будем открывать шведский стол отеля тоже около восемь там есть конечно сна аквабар аквабар как раз вы сейчас смотрите аквабар вот сейчас покажу картинку где можете посмотреть какие отели скоро мы уже будем открыть как я сказала на данный момент в гаван уже meliakua работает trip gavano libri будет будем открывать 15 ноября в бородеру уже работает meliakua international sol palmeras meliakua peninsulas бородеру sol бородеру beach meliakua america только что открыли 1 октября paradis бородеру 1 ноября откроем meliakua santilla тоже 1 ноября и meliakua бородеру чуть-чуть дальше 22 ноября остальные отели которые мы будем открывать это уже находится на остров каю санта мария остров каю коку провинция ольгин и провинция 7 7 ну как информация это про отели melia на кубе но сегодня только мы говорим про отели в бородеру но если у вас есть вопрос если хотите задавать вопрос то тогда пишите меня начать я внимательно буду вас читать пожалуйста какие у вас есть вопрос про наших отели на кубе не знаю если хотите я могу рассказывать немножко про других отели которые мы имеем на других направлениях не только на бородеру но большинство мы знаем что вы больше продаете на данный момент как у нас рейс сейчас только до бородеру либо до острова каю коку поэтому мы большинство сегодня рассказывали про отели в бородеру сейчас сейчас у нас погода очень хорошая как раз море очень теплым по пляж поводу пляж приватный игорь у нас на кубе нет и нет приватных пляж но по расположению некоторых отеля получается что иногда пляж либо часть пляж получается приватно для клиентов которые там живут ну хочу сказать что здесь приватных пляж нет так что вот или миллион интернационал есть часть которая ну да и по расположению там можно сказать что эта зона почти приватна для клиентов которые там живут ну так сказать что приватно приватно не не можем так говорить что приватно для например у нас на острове Санта-Мария есть такой тельмелья венависта который имеет три час пляж и одна из них является по расположению является приватно для клиентов которые там 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 живут если есть какой-нибудь еще вопрос вижу Игорь пишет сейчас Ну как я сказала ну есть конечно есть сейчас для клиентов которые живут на D-Level как раз есть там на пляж это час да игр да есть такая часть ну я сказала что может быть на этом части тоже придут клиентов из другие например стандартной части потому что на пляж это очень трудно сказать это только для клиентов D-Level нет там на пляж могут пойти клиентов из других зонах отеля но бассейн да бассейн там мы говорим что клиентов которые живут например на Royal Service либо на D-Level они имеют свой час на бассейн на бассейн да но на пляж это чуть-чуть трудно по поводу я как сказала не не существует здесь на кубе приватных сейчас пляж ну да клиентов D-Level имеют там свои зонтики свои кровати на пляж который это только для них во время любое время они приедут на пляж они будут иметь свои зонтик кроват на пляж можете тоже сойти на наш сайт как я сказала да 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 они там помогают консерв на пляж помогают наши гости D-Level также на отеле под бренд парадис тоже самое помогают наших клиентов которые являются royal service также там есть баров на пляж для напитки снаг для снаг тоже есть там на пляж ну если мы уже после 15 ноября сообщили что уже будем открыть если будем дальше открыть тоже Гавана то наши клиенты тоже любят сделать экскурсии с Варадеру до Гавана и тоже в Гаване у нас есть как я сказала отеле тоже есть ну разные места которые может может наших клиентов посетить и музей и наш плаушет революции тоже очень любят клиентов конечно сделать экскурсии на данный момент пока еще Гавана закрыта ну надеемся уже в ноябре будем открывать если есть больше вопрос пожалуйста напишите спасибо что вы просоединились к нам спасибо за ваше время спасибо профит трабель эрмитаж наши коллеги с эрмитаж тогда больше вопросов нет но спасибо вам Ольга спасибо Юлия Ксения Игорь все которые наш слышал из Куби Татьяна огромное спасибо желаю вам хорошего дня спасибо Ольга я надеюсь вы все поняли посмотрели если у вас сникнут другие вопросы пожалуйста напишите спасибо вам тогда до свидания всего хорошего счастливого пока